МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Закредитованность строительных компаний. Эту и другие проблемы отрасли обсудят в Уфе на конференции РБК «Рынок недвижимости. Выход из кризиса». Уровень долговой нагрузки среди жителей Башкирии за последние полгода снизился на 5% и составил 23%. Данные приводят в Национальное бюро кредитных историй. В среднем же по стране снижение на полпроцента меньше. Снижение долговой нагрузки российских заемщиков объясняется общим сокращением темпов розничного кредитования. Причем темпы сокращения показателей выше в относительно благополучных сегментах граждан со средними и наибольшими доходами. Что касается высокорискованных заемщиков с наименьшими доходами, то темпы снижения долговой нагрузки здесь незначительные, несмотря на существенное сокращение кредитования в данном сегменте. По многому это обусловлено высоким уровнем просроченной задолженности в розничном кредитовании в последние два года. По словам экспертов, росту просрочки по займам способствует снижение реальных доходов, и гражданам все сложнее обслуживать имеющиеся кредитные обязательства. Самые высокие показатели по просрочке зафиксированы в Амурской и Кировской областях, а также в Бурятии от 27,5 до 28,5%. Наименьший уровень текущей долговой нагрузки отмечен у заемщиков Санкт-Петербурга, а также Ярославской и Тульской областей от 19 до 20%. Доходы консолидированного бюджета Башкирии по итогам 9 месяцев приблизились к 141,5 млрд. рублей. Расходы к 125. Таким образом, профицит составил 16,5 млрд. Отчет опубликовал региональный Минфин. Основными источниками дохода остаются Налог на доходы физлиц почти 33 млрд. Налог на прибыль организации 29, акцизы 15, налоги на имущество пополнили казну на 11 млрд. рублей. Доходы от использования госимущества приблизились к 17 млрд. А безвозмездное поступление составили 25,5 млрд. Налог на доходы физических лиц – это местный налог, согласно налоговому кодексу. И он зачисляется именно в местные бюджеты. Налог на прибыль зачисляется не только в региональный, но и в федеральный бюджет. Кроме того, ставка налога может быть снижена органами власти субъектов федерации с 18 до 13,5%. Именно региональная часть ставки. Структура расходов остается традиционной. В социальную сферу направлено 94 млрд. Субсидии бюджетным учреждениям 59,5%. На медицинское страхование неработающего населения и трансферты в фонд ОМС, а также в пенсионный фонд выделено 15 млрд. В дорожное хозяйство направлено 17 млрд. рублей. Башкирия по итогам 2015 года заняла 15 место из 83 возможных в рейтинге научно-технологического развития регионов страны с показателем в 50 баллов. Шорт-лист составило агентство РИА-рейтинг. В основе лежит индекс научно-технического развития каждого региона. В него входят данные о материально-технической базе учреждений, человеческих ресурсах, эффективности научно-технологической деятельности и ее масштабе. Лидером рейтинга ожидаемо стало у Москва. За ней следует Санкт-Петербург и Татарстан. Замыкает рейтинг Ингушетия. Наши соседи из Оренбургской и Челябинской областей расположились на 66-м и 16-м местах соответственно. Сейчас на прямую связь со студией РБК Уфа выходит начальник управления ценных бумаг и валютного контроля башком Снаббанка Азат Амиров. Азат, здравствуй. Как сегодня торгуются акции республиканских компаний и что интересного на валютных рынках? Добрый день, Олег. Сегодня в России разгар налогового периода. Свокупно ток средств из банковской системы. Мы оцениваем примерно в 600 миллиардов рублей. Все это позволило рублю укрепиться против доллара и евро, несмотря на дешевеющую нефть. Текущие котировки доллара 62.17, евро 67.73. Нефть, как я уже сказал, сегодня дешевеет. Дело в том, что Ирак заявил, что не будет присоединяться к общему СОПЕК соглашению о сокращении добычи. Кроме того, пятничная статистика показала прирост количества боровых установок на 11 штук в Соединенных Штатах до максимальных уровней с февраля месяца. В результате бренд торгуется по 51.60, лайт по 50.40. Российские фондовые индексы сегодня прибывают на слабо позитивной территории. МОББ прибавляет 0,2%, РТС растет на 0,8%. Что касается акций Башнефти, то здесь обыкновенные акции торгуются без изменений. По 2.901 рубль привилегированные растут чуть более, чем на 1%. И торги идут на отметке 1480 рублей за одну акцию. Олег. Спасибо, Азат. Это был начальник управления ценных бумаг и валютного контроля Башкомснабанка. Азат Амиров. Большая закредитованность строительных компаний Башкирии и снижение платежеспособности граждан вместе с низкой доступностью кредитных ресурсов заставят часть строительных компаний региона уйти с рынка. Наряду с таким прогнозом эксперты отмечают, что волны банкротств все-таки не предвидятся. Закредитованность строительной отрасли в целом по стране доходит до 70-80%, если учесть займы, которые предоставляются не только строительным компаниям, но и физическим лицам на покупку жилья. В Башкирии ситуация не столь критична. Объемы выдачи кредитов застройщикам снижаются. С одной стороны, это говорит о том, что риск образования так называемого кредитного пузыря минимален. С другой, это несколько сдерживает развитие сферы. Какого-то бурного развития в строительной отрасли, честно говоря, я не вижу. Хотя бы в ближайшие года полтора. То есть цены на жилье не будут расти такими бурными темпами. Это, конечно, осложняет жизнь строителя. Но при этом я считаю, что какого-то массового повального банкротства строительных организаций не будет. Будут, возможно, какие-то истории частные, индивидуальные. Сложившуюся ситуацию на рынке недвижимости Башкирии и страны в целом специалисты отрасли обсудят 3 ноября на конференции РБК «Рынок недвижимости. Выход из кризиса». Крупное событие пройдет в отеле «Шаратон-Уфа». Участниками и спикерами станут ведущие специалисты сферы недвижимости из Федерального центра регионов России и Республики. Заявку на участие можно подать на сайте confdefisufa.ru. И таковы новости к этой минуте. Итоги дня подведем в 19.30.